Заведение кафе «Сепаратист» беспристрастно фиксирует последние секунды жизни главы Донецкой Народной Республики. Вот подъезжает его кортеж. Охрана осматривает периметр. Первым в заведение входит один из телохранителей, чтобы проверить зал. Только после этого в тамбу идет Александр Захарченко и следом еще один охранник. Тут же раздается взрыв. Ура! Так будет с каждым сепаратистом, кто поддерживает Россию на юго-востоке Украины. Запомните это, россияне, запомните. Так же, как и Захарченко, вы будете взорваны, если, конечно, будете поддерживать российскую власть на территории Незалежной Республики. Итак, сегодня в нашей программе Россия начала поставки С-300 сирийской армии. Расскажу, почему из данного решения может вылиться еще один сбитый Россией «Боинг». В Ингушетии прошел митинг против передачи земель Чечне. Дороги перекрыты, отключен интернет. Чеченцы прессуют ингушей. В России хотят создать систему распознавания лиц в общественном транспорте. Ну, не уверен, но думаю, что это будет разгулье для зайцев. А может и нет. Сегодня разберемся. Граждан подключат к новой накопительной системе пенсий без их согласия. И причем здесь заместитель председателя правительства Российской Федерации Шувалов. В Свердловской области на свалке обнаружены архивные папки МВД с грифом «Совершенно секретно» про мусоров в России. Ищите в мусоре. Телеведущая Скобеева в прямом эфире называла украинского эксперта идиотом и выгнала из студии. Расскажу про эту, как ее коллеги называют, корову Скобееву. А нищенка хочет запретить подросткам мастурбировать в российских школах. Ну, естественно, клубничка на сладкое, то бишь на последнее. Итак, мы давайте-ка приступим к вестям недели, ну или к воскресному времени, неважно. Суть об этом не меняется. Короче говоря, к аналитической программе, которая и тоже итоги недели. Россия начала поставки из сирийской армии С-300. Об этом заявил Сергей Лавров. Он рассказал, что об этом решение было принято после того, как израильские ВВС сбили наш самолет разведчика Ил-20. Но, очевидно, Сергей Лавров забыл слова своего шефа Владимира Владимировича Путина, сказанное им на базе ХМИМИМ, что он, Путин, переоснащает и усовершенствует сирийские комплексы ПВО. А выходит, что это не так. Либо хваленные комплексы С-300 и С-400 и их радары не так уж и хороши против израильской военщины. И еще одна хорошая новость для региона Ближнего Востока – это то, что вот приматы в воинском деле, обезьяны с гранатой и химоружием сирийцы теперь по ошибке могут сбивать гражданские самолеты с десятками людей на борту. И вновь по вине Москвы. Сирийцы не справились с комплексами С-200 и пускали ракеты по израильским ВВС, даже не зная, что комплексы С-200 и С-20 не могут достигнуть современные израильские самолеты Ф-35. И в итоге был сбит наш, а не израильский самолет. И хорошо, что наш, а не борт какой-нибудь частной гражданской авиакомпании типа Американ Экспресс. А иначе бы удар в качестве ответки прилетел бы по российской базе, конечно же, и по президентскому дворцу Асада в Дамаске. Как справедливый ответ. Теперь, благодаря тому, что сирийцы не справились с комплексами С-200, им поставляют С-400 и С-300. Как всегда, в Рашке все делают с точностью да наоборот. Это все равно, что школьников посадить за пульт управления атомной электростанции. Вот у меня возникает вопрос, готова ли Россия взять на себя ответственность, если вдруг сирийцы не справятся и с новейшими комплексами С-300 и С-400, зная о том, что они уже де-факто не справились с комплексами С-200 с советских времен. Готова ли взять Россия на себя данную ответственность? Лавров уходит от этого вопроса, как вы понимаете. И запустит ли с комплексов С-300 и С-400 сирийцы по ошибке ракету в какой-нибудь гражданский самолет страны члены НАТО? Это пока под вопросом, но все может зайти очень далеко. Если Москва к этому не готова, то будут новые жертвы со стороны российских солдат. Просто потому, что если раньше израильские УС просто летали и бомбили иранские формирования, то теперь они в первую очередь будут наносить удары, подавлять наши комплексы С-300 и С-400. Что значит подавлять? Просто уничтожать ракетами, фигачить по нашим комплексам в Сирии. И в итоге хваленые комплексы С-300 и С-400 превратятся в груду металлолома. Я думаю, что нам этого не нужно. Если Израиль на это решится и это сделает, то мгновенно престиж и цена российской военной техники упадет в разы. И бюджет лишится еще одной строки дохода. Как показывает практика о холодной войне, когда ты обучаешь приматов огнестрельному оружию, то потом примат стреляет в тебя. Я хорошо знаю устройства российской армии и думаю, что хоть формально эти комплексы С-300 будут продавать сирийцам, то управлять им будут, скорее всего, наши военные советники, наши спецы по ПВО, которых будут регулярно отстреливать, так сказать, сильные меры всего. В результате армия вновь в ближайшее время сильно будет деградировать и понесет значительные потери. Израиль уже заявил, что Москва несет всю ответственность за экскалацию конфликта в Сирии и за возможные смерти из-за этих поставок С-300 сирийским вооруженным силам. Иногда мне кажется, что Путину просто нужна большая кровь на Ближнем Востоке. Он вампир и служитель зла. Вот и все. Причем не важно, какая это будет кровь, либо своих, либо чужих. Израиль и Турция чихать хотели на эти С-300 и С-400 в Сирии. Как они летали, так и будут летать. Как они бомбили Асада, так и будут делать. Но теперь американцы в качестве ответки могут перебросить в Сирию комплексы своих ПВО, такие как, например, Трайден, которые способны уничтожать наши самые современные самолеты в Сирии. Такое решение Сергея Лаврова, который много откровенной херни наговорил в Генеральной ансамблее ООН. Тут, кстати говоря, все хвастались тем, что вот над Порошенко, когда он выступает в ООН, ну, пустой зал. А Лаврова якобы зал полон. Но обратите внимание, российская пропаганда, когда выступает Лавров, показывает зал заседания Генассамблеи ООН сбоку. Сбоку, а не спереди и не сзади. И, по моему ощущению, на речь Лаврова пришли столько же человек, сколько и на речь Порошенко. Так, что у нас еще по поводу этого С-300? Так. Ну, я уже сказал, что будет повторен еще один сбитый малайзийский Боинг. Вот только теперь Боинг может быть не малайзийским, а американским ему и над Сирией, над, может быть, Кипром. Идем дальше. В воскресенье в Ингушетии прошел митинг против передачи земель в Чечне. Ура! Наконец-то кто-то публично сказал в России, Кадырову жесткое нет. Рамзану землицы захотелось в соседней республике. Мало ему свои водчины, и он решил в лучших традициях русских бандитов 90-х просто отжать земли у соседей, у более слабых соседей. Попробовал бы он у осетин чего-то там отжать, или у дагестанцев. Сразу бы получил люлей. А тут Рамзан подумал, подумал, до чего эти Ингуши могут мне сделать. Я, это я им, они ничего, Ингуши мне не сделают, а вот я могу им поджечь дома, и за это мне ничего не будет. Но нет, не тут-то было. Люди даже под угрозой своей жизни, жизни своих близких и знакомых, вышли в Ингушетии на массовые митинги протеста. Особенно остро митинги протеста проходили в суженском районе Ингушетии. В Ингушетии Перчинку в конфликт добавляет географический факт. Суженский район существует как в Ингушетии, как территориальная единица, так и в Чечне. И вот Рамзан подумал, что суженский район должен весь целиком принадлежать только ему. Причем вместе с людьми, населяющими район. Ну, из Ингушетии сделали крепостных фактически на современный лад. Ситуация достаточно серьезная. Власть суженского района, что контролирует Евкуров, то есть власть суженского района Ингушетии, была вынуждена ввести туда Росгвардию и отключить интернет. Также в столице Ингушетии, городе Магасте, проходили массовые задержания лиц, которые чего-то там вякали против передачи земли их братьев чеченцам. Ингушетии хорошо понимают, что если их землю передадут Чечне, то им придется отвечать перед Рамзаном Кадыровым за то, что они почти все в первую и во вторую чеченскую вставали на сторону федеральной власти. А если даже не вставали, то были против этих чеченских формирований. Ну, в угоду, конечно, своих формирований, ясное дело. И фигачили отстреливали чеченцев в годах, когда федеральная власть России в Чечне была слаба. Еще на протест играет размер Ингушетии. Это очень маленькая республика. Земель там и без всякого Кадырова мало. А тут что, станет еще меньше? Выходит, что так. Вот люди этим и недовольные. Но дело в том, что Кадыров, как про него сами чеченцы говорят, цепной пес Кремля, действует в логике федеральной власти. Раз уж его кумир, его гуру Путин отжимает земли у соседних государств, у Украины и Грузии, то почему ему-то нельзя это сделать на своем местном региональном уровне? И никто не говорит, что нельзя. Ибо начальник Кадырова сам отжимает землю в соседних республиках. Истра Кадыров теперь будет, глядя на Кремль и его политику, отжимать земли у соседних республик. Тут еще и выясняется, что Юнус Бек Евкуров, лидер Ингушетии, не совсем лидер Ингушей. Какой нормальный лидер в своей республике будет подписывать договор о передаче своих земель в состав другой республики? Да это не руководитель своей республики, это просто коллаборант, это просто вообще предатель своей земли. Чеченцы ведут себя очень агрессивно против Ингушей. Они выпиливают ценные породы древесины в Ингушетии. Они устраивают рейды в эту республику на Уралах и бронетранспортерах, избивая и унижая ингушских правоохранителей, а глава республики и местный парламент сначала виляют в вопросе о фактической раздаче своей земли чеченцам, а потом и вовсе заявляют, что да, вы, братья, будете переданы в состав фактической ваххабитской республики. Люди посчитали, что это несправедливо и начали не просто проводить акции протеста, а перекрывать дороги. Вообще всех в Ингушетии достали ваххабиты Кадырова. Они у них десятилетиями воруют скот и девушек, и никто за это их, кадыровцев, не наказывает. Вооружайтесь, дорогие ингуши, берите пример тех же кадыровцев, никто вашу землю, кроме вас самих, не отстоит. Юн узбек вас предал или побоялся Кадырова после ряда покушений на него. Но, весьма вероятно, кстати, тоже со стороны Рамзана Ахматовича выступать, надо выступать против его банды, против банды Кадырова. Остальная Россия с вами, а не с Чечнёй. Пора приезжать этих выскочков Кадырова, показать им своё место в Чеченской республике, но никак не в соседней Ингушетии. Любопытно, что простые чеченцы считают, что это Кремль, простые чеченцы, которые и лояльны к Кадырову, так и нелояльны, считают, что это в вопросе о конфликте территориальном между Ингушетией и Чечнёй, это Кремль мучит воду, хотят рассорить и чеченцев, ну то есть, стравить чеченцев с Ингушами, ну чтобы, по-видимому, в этой мутной воде ловить свою политическую рыбку. Кремль давно уже повёлся на поводу Кадырова. Вот так вот Кавказ вновь полыхает, да, Кавказ опять полыхает. Сначала посолились кабардинцы с балкарцами из-за похода конницы на гору, а теперь и Ингуши с чеченцами вась-вась. Ну, та, правда, причина более серьёзная, из-за того, что чеченцы уничтожали в Ингушетии плодородный слой почвы. А я тем временем призываю к вооружённой борьбе. Я считаю, что правда здесь, в этом конфликте, на стороне Ингушетии и этнических Ингушей. И уже пора дать наказание Кадырову. Люлей ему дать пора. Главное, не врать и не бояться. Особенно путинско-кадыровскую власть. Идём дальше. В России хотят создать систему распознавания лиц в общественном транспорте. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Суть её в том, чтобы отменить пластиковые проездные карты в автобусах, метро, троллейбусах и транваев. И перейти на более продвинутую систему, по которой ты подходишь к турнике. То в метро, либо в двери автобуса. И с твоей банковской карты списывают деньги за проезд. Ну, во-первых, у нас в Рашке опять министерство и ведомство занимаются не своим делом. Где мнение на этот счёт профильного министерства транспорта? А? Его почему-то нет. Я за прогресс. Но против распила бюджета и непродуманность решений, действий. Ну и всяких там прожектов. Если такую систему ввести в России, где деньги будут списываться с банковской карты за проезд автоматом, то вот откуда деньги будут списываться за проезд в общественном транспорте, например, у школьников и у пенсионеров, у которых нет банковских карт. Им что теперь? Чибис, лично Чибис, запретит проезд в общественном транспорте? А? Вот как он понимает слова Конституции Российской Федерации про Россию, социальное государство. Идём далее. А если эта система спишет деньги по ошибке у другого человека, или люди могут быть похожи друг на друга, как две капли воды? А тому человеку, с которого списали деньги со счёта за проезд, стало вдруг плохо. И он вошёл в аптеку купить за лекарствами. Он-то думал, у него денег много. А деньги на проезд списали. И это при том, что человеку, которому может стать плохо, он не пользовался общественным транспортом, а за него пользовался кто-то другой. Либо превышен лимит на банковские операции, потому что действуют ограничения на транзакции в России для физлиц в деньги более 20 тысяч рублей. Далее, некоторые особо честные люди благодаря такой системе могут носить маски и лжеусы, как в фильмах про шпионов, лишь бы ездить бесплатно. Например, в электричках. А что если, например, человек после ожога лица захочет поехать из больницы к себе домой? Что? Система распознавания лиц не пропустит его в талебус? Чибис! Ты думал про это, твою мать? Я думал, что ты не думал про это. Вот, ну так, если вдруг смотреть. Вот, берите пример с Москвы. Самого продвинутого региона России, а иногда просто двинутого региона России. Сначала там уволили кондукторов, поставили турникеты, в итоге автобусы часами не могли двинуться с остановки ни из-за пробок, ни из-за поломки подвижного состава, а просто из-за того, что там открывалась одна дверь около водителя, и люди подолгу стояли в очередях, чтобы пройти через турникет. Потом власти это дело признали, и турникеты отменили. Моразм крепчал. Да, пока это дело все не отменили. Ну и теперь в системе московского транспорта действует другая система. Если хочешь, плати, ну вы видите на экране. Если хочешь, плати, плати. Ну а если нет, то главное не попадаться контролером и водителем. И сейчас все зайцы России, я думаю, обрадуются и позавидуют решению господина Собянина по этому вопросу. Вообще уже такой наивный распил происходит, что просто нет слов, что называется распил для чайников и для слепых людей. Робот Игорек, который даже нормально ходить не может, хотя вроде бы этот робот Министерства обороны Российской Федерации. Что вот одна из главных задач военного быть незаметным для противника. А тут гигантская махина, этот Игорек. Да его же варить как нехрен делать. Система распознавания лиц для оплаты проезда, которая не будет пускать школьников, пенсионеров и людей, которые пострадали в пожарах. Новая сеть для чиновников. Вот как будто созданы еще в сталинские времена системы правительственной связи мало. Вот такие вот распилы на такие проекты происходят у нас в стране. Чинуши хотят, видно, в Кремль картинки и видео отправлять, а точнее, наверное, в Белый Том. Там же сидит главный гаджетоман России. Да, но вы знаете, новая система создана, как-то там хотят создать новый смартфон для чиновников, да, с системой правительственной связи. Но спрашивается, нахера, нахера, когда уже система правительственной связи есть? Правда, конечно, по ней не отправишь картинку, и не загрузишь видео. Но я думаю, важную цену информацию передать-то можно. Верхраспильство бюджета России. Благодаря, в частности, этой системе опознавания лиц в общественном транспорте. Ну и отдельных комментариев нейронная сеть Сбербанка для непонятно чего. То есть Сбербанк разнесяет, что для отправки документации, но эту самую нейронную сеть пока научили только чему? Дебету, кредиту, акциям, транзакциям, банковским услугам? Нет. Все, что умеет нейронная сеть Сбербанка сейчас, это писать стихи. Охрененно какая нужная функция для банковской сферы. В конечном счете, это все, по сути, игрушки для властей и система распознавания лиц в общественном транспорте, в том числе, которые отвлекают ученых от реально крутых вещей, таких как первый полет русских космонавтов на Луну. Я считаю, что мы должны сделать то, чего не успел доделать до своей смерти Королев, а не сначала отменять трамваи в Москве, а потом их возвращать в город. Сначала строить турникеты, а потом их демонтировать. Хватит уже заниматься фигней в правительстве. Ну и недаром тратит бабло на внедрение системы распознавания лиц в транспорте для оплаты проезда, потому что это дело предложил замминистра именно ЖКХ и строительство. А если вы вспомните, кто сейчас является главой Минстроя России? Мутко. В итоге я, по-моему, вам доказал, что система распознавания лиц в общественном транспорте первый момент, работать не будет или будет работать не до конца. Второй момент, все нюансы в этой системе не учтены правительством пока что. Ну и третий момент, так как этим будет заниматься Мутко, это в итоге превратится в обычный распил государственных денег. Не более того. Идем дальше. Граждан подключат к новой накопительной пенсии без их согласия на новой норме закона, конкретно на 158-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма сделок, где сказано, по сути, молчание – знак согласия. Под вопросом остается обеспечение информируемости граждан. По этому вопросу заявил профессор Юридической Академии Москвы Никита Лютов. Данная норма закона коснется 70 миллионов человек, которые уже находятся в так называемой накопительной системе. Задача информированности граждан об этом будет возложена на роботодателя. Напомню, что это такая накопительная система пенсии в России редакции 2018 года. Это то, что вот если раньше сам работодатель отчислял деньги на счет Пенсионного фонда России, то теперь это будете делать лично вы, вместо работодателя, как выясняется из данной новости. Что, по сути, нам говорит, что власть юридически складывает в себя всякую ответственность и всякие полномочия за вашу будущую пенсию и за ваше будущее благополучие в Российской Федерации, с чем я вас и поздравляю. И передает ее, эту ответственность в руки вас, к вам, к частным физическим лицам. Вы теперь должны, даже я бы сказал, обязаны в срок до 2024 года выбрать себе пенсионный фонд, либо частный, либо государственный, куда будете отчислять свои кровно заработанные деньги. Если вы этого не сделаете, то на вас заведется специальный счет во Внешэкономбанке. И таким образом, если вы не выберете себе пенсионный фонд, то ваши деньги от вашей будущей пенсии будут находиться как раз не в пенсионном фонде Российской Федерации, как сейчас, а вот в Внешэкономбанке. Внешэкономбанке курирует Игорь Шувалов. Тот самый, который построил для челяди, ой, то есть для народа рядом со своей усадьбой дом, в котором окна не выходят на его усадьбу, ровно потому, чтобы челядь себе не зазнавалась. Построил, естественно, не бесплатно. Как бы построил на деньги банка жилое здание. Там реально живут люди. Оно реально так перпендикулярно выходит на его резиденцию, на его дом. Но ведь есть там некоторая особенность. Окна, которые выходят ровно на его усадьбу, они лжеокна. То есть их там нет. То есть окна заколочены. То есть если люди купили недвижимость рядом с усадьбой Шувалова, они не могут посмотреть на его усадьбу. То есть Шувалов, с одной стороны, таким образом заработал деньги, а с другой стороны, он запретил смотреть на свою усадьбу простым людям. Ну и конечно же, конечно же, классический конфликт интересов. Так как Игорь Шувалов одновременно является и главой ВЭПа, и зампредом правительства, то у него возникает существенный конфликт интересов. Ну и несколько моих замечаний по этому поводу. То есть конфликт интересов. И понятное дело, что если правительство приспичит взять откуда-то деньги, то Шувалов может достать деньги из пенсионных счетов, так называемых милмолчунов, внешнеэкономбанка. Ну и несколько замечаний по поводу этой самой статьи Гражданского кодекса. Вот этот самый пункт, что следствия в случае вашего молчания передаются ВЭП Шувалову, который является еще и зампред правительством и одновременно директором ВЭПа, налицо конфликт интересов, как я уже говорил, хоть ВЭП и Госбанк, а не получится ли так, что средства «молчунов» пойдут не на ее будущие пенсии, а на нужды правительства Российской Федерации и государства. Вопрос риторический. Конечно же, пойдут. Естественно, ради этого и задумывалось это изменение в Гражданском кодексе. Идем далее. По опасениям за накопительную часть пенсии. А не получится ли так, что эти самые негосударственные пенсионные фонды будут сосредоточены у дружков Путина, которые находятся под жесточайшими санкциями, и не получится ли так, что счета негосударственных пенсионных фондов дружков Путина будут находиться в том или ином виде в западных банках. И благодаря косякам нашей власти за рубежом эти счета, счета ваших будущих пенсий могут быть арестованы и заморожены. То есть наша власть, допустим, решит захватить Харьков. За это Запад применит новые санкции, по которым все счета юрлицам РФ за рубежом подлежат заморозке, и выходит, что будущие пенсионеры своими пенсиями будут расплачиваться за политику российских властей за рубежом. Есть еще посредственное влияние санкций, это когда Запад добьет экономику России, и все банки, и их негосударственные пенсионные фонды будут откровенно разорены. И что делать в таком случае? Изменения в пенсионную систему вновь не предлагает. Ну и еще одно опасение, это курс рубля. Сегодня он один, а завтра за один доллар будут давать 100 рублей. Это вот правда, это очевидно. Я думаю, это уже будет, ну если не в следующем году, то в 2020 уже точно за один рубль будут давать... Я всегда вот эту вот экономику терпеть не мог, потому что я в политике разбираюсь, а в экономике, ну, чисто слабоват. Ну так вот, а что если за один доллар будут давать 100 рублей? Понятно, что накопительная система курса валют учитывает больше, чем система страховая по фиксированному трудовому стажу или баллам. Но все равно есть подозрения и есть опасения, что завтра будет хуже, чем вчера, и не прорвутся опера. Поэтому вообще лучше копить на свою будущую старость в трехлитровых банках. И это не шутка, но и тут власть Российской Федерации может приказать вам долго жить. И как это было с деньгами СССР, с монетками, когда многие граждане в бутылках из-под шампанских опрятали монетки, они могут обесцениться. И что делать в этом случае? Никто не знает. Даже правительстве. У властей Российской Федерации много возможностей по отъему средств у населения. Ну и с нашей бюрократией процесс подключения граждан к тому или иному фонду будет для этих самых граждан весьма энергозатратный. Надо будет собирать разные справки. Очереди будут до небес. Да они еще и сейчас в пенсионном фонде, на самом деле до небес. Заявление в пенсионный фонд России надо будет отдавать в трех-четырех экземплярах. Ну что, вы сами знаете бюрократию. То есть, грубо говоря, вот эта самая новая система пенсионных отчислений, она вроде бы продумана, вроде бы грамотная, но вопросы к ней все равно остаются. В итоге граждане могут потратить свои нервы и часы в очередях. А работодатель, кстати, может и не отпустить граждан на оформление своей будущей пенсии. Которая, кстати говоря, может и не быть, потому что, ну мало ли что случится. Чёрный вторник, дефолт, война, ядерная война, да хоть торжение пришельцев. Отсюда вывод, что я против Ольги Голодец, которая сказала, которая выступала против этой системы. Я за Татьяну Голикову. Ведь из-за этого, из-за индивидуального пенсионного капитала рассорились две эти стервы в правительстве. И как я уже сказал, я на стороне Татьяны Голиковой в этом вопросе. Да, я озвучил свои опасения, но я считаю, что вот тут вот государство поступает правильно. Ещё бы государству нашему подстраховаться от будущих дефолтов и катаклизмов. Но для этого наше государство должно обеспечивать сменяемость нормальной власти. То есть, чтобы власть переходила от одного лица к другому, не через кровь, не через насилие, а абсолютно легитивно. И, конечно же, нас народ должен спрашивать нашей власти. Говорю это в преддверии, но уже сейчас идёт годовщина событий октября 1993 года, когда Ельцин расстрелял здание Верховного Совета Российской Федерации за то, что люди за сутки до этого от Верховного Совета отправились штурмовать телецентр Останкино. Эх, знали они в будущем, конечно, что это всё дело бесполезное, что телевидение в будущем, ну, и его значение уменьшится. Но, если бы знали, где гвозди, там бы подстелили солому. Идём дальше. Но если бы знали, где гвозди торчат, там бы солому подстелили на дороге. Вот это точная цитата. Идём дальше. В Свердловской области на свалке обнаружили архивные папки МВД с грифом «Секретно». Так, меня лично эта новость нисколько не удивляет. Всё достаточно логично. Хотите знать правду про мусоров, ищите её в мусоре. В прямом смысле этого слова. Житель Асбеста, выкидывая мусор на помойку, обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки, где в правом верхнем углу стоял гриф «Секретно». Всё это касалось уголовных дел и оперативных разработок лиц с 1996 по 1998 года. И я так понимаю, особого скандала не было бы, если бы в полиции сразу поверили словам гражданина Асбеста, который дошёл эти документы в мусорке. Но в мусорке, что рядом с той мусоркой, где хранились документы, послали гражданина Асбеста на все 3-4 буквы русского алфавита. Тот не остался в долгу. Со словами, у нас есть и другая спецслужба, которая отслеживает режим сохранности секретных документов, обратился в областное управление Федеральной службы безопасности. Судя по всему, документы оказались подлинностью и в МВД запахло жареным, а конкретно запахом снятия погон. Поэтому историю замять глупо было, замалчивать её, и в МВД об этом раструбили в СМИ. Но с комментариями, что ведётся проверка гражданин, который нашёл документы, будет опрошен, забывая при этом сказать, что его уже допрашивали, вот только не в МВД, а в ФСБ. Мусоран, мусорская доля, что называется. В МВД выдвинули версию, что это их бывший коллега хотел таким образом отомстить начальству за своё увольнение. Я в это не верю. Если бы хотел отомстить, то эти бы документы он передал, отдал просто так бандитам, либо их продал в интернет, в различные базы данных. Это просто обычная тупость МВДшного руководства, которое заставило своих подчинённых не заниматься раскрытием уголовных дел, а заниматься уборком своей территории. Вот и убрались на славу. В МВД посчитали, что эти дела уже не представляют ценности для оперативной работы и выкинули их в помойку. Не думаю, что потом они получат нагоняй от ПСБ. Так, экстез исполнителя на лицо и тупость начальства на жопо. Вообще, благодаря этой новости про мусор и мусоров, я подумал, что как-то граждане Российской Федерации униитивно относятся к тем, кто стоит их, кто стережёт их. Даже сейчас, после всех реформ в МВД, полицейских жителей России называют гейтянцами от слова ГАИ или просто мусарней. Или держи мордой, что, наверное, совсем уж обидно. Вот и вся любовь русских людей к своей полиции. Не то, что в Украине, где, конечно же, посмеиваются над своими сотрудниками правоохранительных органов, но их не унижает. Я не беру сейчас тот случай с Беркутом на Майдане. Это совершенно отдельная история. Я сейчас про современную полицию Украины. А в России давно уже не смеются над ментами, а просто их унижают. И они сами того заслуживают, чтобы их унижали. Поэтому случилось... Поэтому если что-то вдруг случается, люди в Российской Федерации бегут не в МВД, прекрасно знают, что менты, полиция меня не стережут, а меня добьет. А ФСБ чекистов хоть и называют в России мразями, но вообще кого только России не называют мразями. Тюрьма народов как была, так и осталась Россия. А россияне уважительно относятся к ФСБ, а вот к милиции реально они относятся не очень уважительно. И это неспроста. То есть они сами чувствуют, где работают реально профессионалы с моего дела, пусть с некоторыми перегибами, а где работают просто я извиняюсь, продажные люди. житель Азбеста Дмитрий Галилеазов, который нашел документы, очевидно сделал хайп, ну, то есть прославился благодаря этой истории. А благодаря этой истории прославились с негативным ключом сотрудники ОВД Азбеста Денис Григорьев, которого не штрафовали даже за нарушение ПДД и который, как рассказал этот житель Азбеста Дмитрий Глязов и выкинул эти самые злосчастные документы с грифом совершенно секретно в мусорку, которого, судя по всему, задним числом и уволили из МВД. Ну, и еще проиграли в этой истории те, кто со стороны МВД угрожали Дмитрию Глязову. Не на того напали, он человек смелый и обратился куда следует, куда следует в ФСБ. Идем дальше. Хотя МВДшники ему угрожали. Да. Идем дальше. Телеведущая Скобеева в прямом эфире назвала эксперта идиотом и выгнала из студии. Есть такая программа на канале Параша1 называется 60 минут, в которую частенько в эти 60 минут не укладываются. То есть, даже в самой названии программы уже заложено вранье. Там собираются различные эксперты и обсуждают ситуацию на Украине. Просто потому, что в России уже и обсуждать-то нечего. Все настолько хреново, что русское ТВ не способно на высокотехнологичные интересные задумки превратилось в одно сплошное а поговорим что там у хохлов творится-то такое. А то, что наше русское ТВ говно, так, это не подлежит никаким обсуждениям. Кстати, программа 60 минут абсолютная калька с американской программы с тем же названием канала CBS. Ну, и ведущая Ольга Сабеева и ее муж Попов от слова очевидно поп частенько на отдыхе были замечены в европейских столицах. Хотя сама Сабеева гордится тем, внимание, что гордится родиной. То есть вот не достижениями своей родины, а гордится тем, что она гордится. Она истинная патриотка России в этом понимании слова. Хотя отдыхает с мужем как истинная либералка России, то есть за рубежом. Недаром ее называют откровенно коровой. И когда она ведет репортажи за рубежом, ее выкидывают из гостиниц продвинутых стран таких как Германия и Британия. И вот эта корова, когда в ее программе обсуждалась запрет пропаганды русского мира верховной ради Украины, что абсолютно верно и правильно, ровно потому, что Украина сейчас воюет с русским миром как гибридно, так и в реальности. Помните, как, например, в СССР в годы Великой Отечественной войны из Москвы и других советских городов выгоняли представителей так называемой немецкой слободы, то есть коренных немцев, которые жили еще в России со времен Ивана Грозного. Их выгоняли на Север, за Палявье. Недаром у нас есть даже целый субъект Российской Федерации под названием немалонемецкий автономный округ. ненецкий, потому что так раньше немцев называли ненецами. И мировое сообщество это не осудило. Ровно потому, что эмоции Сталина для мирового сообщества были ясны. Хоть поступок того, что немцев и в степях Казахстана, Таджикистана и, конечно же, за Полярным кругом массово свозили, был неправильный. Но эмоции были понятны, потому что немцы совершили агрессию против Советского Союза. И, конечно же, можно с этой точки зрения понять и Верховную Раду Украины, когда Россия вторглась на территорию Донбасса и на территорию Крыма. Ну, естественно, люди, которые пропагандируют русский мир, русскую культуру, но они предатели. Они предатели своей Родины. И они должны подлежать уголовной ответственности, безусловно. И Верховной Раде правы. И ее депутаты правы. Надо запрещать, конечно же, русский мир. Вот только я сомневаюсь, что русский мир можно запретить. Это примерно то же самое, что и закрыть ядерный полигон Северной Кореи. Его технически невозможно закрыть. Ну, просто потому, что сегодня откроешь, завтра откроешь. Ну, так, никакой не на Украине никого не высылая просто должно быть запрещено так называемой русской слободе вести свою пропаганду на время операции объединенных сил. Теперь а то так называется. Но, естественно, Скобеева этим возмущается. Как так? Теперь нельзя будет унижать Украину в украинском эфире и в эфире на Украину. Не порядок. А тут еще в ее студии Никита Исаев сравнил коммунизм с фашизмом и пасетовал на то, что надо как в Украине сносить памятники Ленину. Про Ленина заявление Исаева оставим на его совести. Я так не считаю. Я считаю, что надо уважать труд скульпторов. И не надо разрушать памятников Ленина, просто потому, что неизбежно возникнет вопрос, а что ставить вместо памятника Ленина. А любой спор можно довести, как мы, например, той же Украины убедились, до вооруженного столкновения. Но заострим внимание на словах Исаева про коммунизм и фашизм. А точнее про его слова, что Россия скатилась в фашизм. Это действительно так. Действительно Россия скатилась в откровенный и неприкрытый фашизм. Это действительно так. Вспомним лозунг фашистов «Один народ, один вождь». За фюрера и отечество с нами бог. Никого и ничто не напоминает. За фюрера и отечество. Это же за царя и отечество. Кто сейчас считается не президентом, а царем а Путин. Лозунг «С нами Бог» это же вкратце описана трансляция всех богослужений, в которых принимал участие Путин и Медведев. Они принимали участие не с целью помолиться, как им можно было подумать, а с целью пропаганды духовных скреп. Таким образом фашистский лозунг «С нами Бог» это пророссийскую власть. Еще лозунги «Берлин останется немецким» это же современный лозунг «Крым наш». Лозунг «Работа делает вас свободными», который висел на воротах концлагерей, он похож на современную фразу Медведева «Идите учителя в бизнес работайте». Абсолютно и тут Исаев в программе «60 минут прав». Абсолютная фашизация России. Я не согласен с его заявлением, что коммунизм и фашизм это одно и то же. Но про то, что Россия скатилась в фашизм, я с этим заявлением Исаева абсолютно согласен. И до вас довел свои поводы, почему я с ним согласен. Ну и еще напомню фразу Черчилля. Фашисты будущего будут обвинять всех других фашизм и называться антифашистами и, внимание, патриотами своей страны. То есть Скобеева гордится тем, что она патриотка России, даже не знает, что в свое время Черчилль про это сказал, что когда ты заявляешь, что ты патриот и ты гордишься своей родины, значит ты откровенный фашист. Просто потому, что настоящие патриоты, они не говорят, они делают работу на благо своей страны, они болтают по каналам Параша 1, Параша 24, Параша культура, что там у них еще есть. Ну я все основные по-моему перечислил. И получается таким образом Скобеева сама идиотка, а не Исаев, который получается прав. Потому что Скобеева получается разделяет фашистские взгляды в современной фашистской России. Вместо цыган, кстати, и евреев в печах российская власть уничтожает украинцев ну и грузин в качестве груза превращает их в груз 200. А Исаев, если уж и идиот, то только потому, что не сравнил третий рейд в Германии с Российской Федерацией. Идем дальше. Так, клубничка самая-самая интересная и пикантная тема на этой неделе. Тема-тема. Долго думал, давать ли я в серьезную аналитическую политическую программу данную новость. Но она меня признаться не отпускала. Но раз уж сам депутат Госдумы об этом говорит и бывший руководитель Роспотребнадзора, то надо об этом поговорить. Об этом и о том. И так, чего же хочет Геннадий Онищенко? Ключевое слово хочет. А он хочет в рамках чтобы учителя объясняли ученикам, что дрочить это плохо в рамках полового воспитания детей. Сейчас мы покажем футку Онищенко. Вот он. Вот он. Как мальчика, так и девочки в российских школах. Ху, рассказывать о дрочке естественно негативном ключе. То есть Геннадий Онищенко хочет, чтобы учителя рассказывали о том, что по достаточному поколению о том, что дрочить это плохо. Заниматься анонизмом в современной Российской Федерации нельзя. До какого маразма просто опустилась наша власть и ты уже просто вообще да нельзя. Дно пробило. Ну так вот, к инициативе Онищенко. Онищенко хочет, чтобы пропагандировали, что лучше воздержаться до 18 лет даже не просто от полового акта, но от всяких там так сказать проявлений желания хотения этого самого фактора во всех формах и проявлениях. Причем, как я понял, онищенко, он хочет вести уголовную и административную ответственность юношам и девушкам в возрасте меньше 18 лет, а также их родителям парам-парам-пам, а также их родителям парам-парам-пам, за, так скажем, проявления хотения взросления своих чат. Причем, по законопроекту Онищенко, школьные врачи вместе с полицией будут проверять в так сказать, в кавычках на уроках этики в школах, подросток демонстрирует ли, скажем так, социальный нигилизм или как это еще называют антисоциальная деятельность он проявляет подросток или же нет и если то его и его родителей будут наказывать причем наказывать не в понимании БДСМ а наказывать рублем и уколовной ответственностью какой пока не уточняется какой будет штраф и какая будет ответственность причем по законопроекту у Нищенко врачи и женщины будут проверять на наличие так сказать нигилизма школьников а мужчины врачи будут проверять на соответствии духовным склепам школьниц а не наоборот это педофильство в государственной доме самое что ни на есть не прикрыто в чистом виде удивительно как еще не возмутился депутат Милонов что вообще в принципе Анищенко допускает сам факт урок уроков секса уроков полового воспитания в школах даже с поправкой что об этом будут рассказывать учителя в негативном ключе или быть может Милонов действует по принципу держа вора громче всех кричит сам вор то есть Милонов еще тот так сказать сладкозадый и похабщик а вопрос вопрос это сейчас не про него власть в прямом смысле теперь к нам уже залезла полностью в наш карман в наш кошелек а теперь нам лезет к нам лезет власть в трусы и трусики в трусы и трусики нам лезет власть ну и кстати скажу по своему опыту вразумить подростка особенно на эту тему очень сложно практически нереально то есть конечно можно сказать например мой руки перед этим занятием который хочет запретить онищенко или идешь на вечеринку к друзьям возьми средства контрацепции не получится почему да потому со стороны родителей да потому что есть такая фраза у Александра Сергеевича Пушкина опыт сын ошибок трудных каждый учится на своих ошибках и в том числе и в этом так сказать деле правой или у кого-то левой руки а талант родителей и педагогов заключается в том чтобы позволить подростку не запрещая с одной стороны ничего совершать как можно меньше ошибок при помощи выращивания у них мозгов вот не воспитание в смысле хорошо себя видеть но хотя это тоже а в первую очередь они должны и учителя и родители выращивать у подростков мозгов мозгов они должны выращивать а не членов но нет то есть то есть у подростков учителя и родители должны формировать мышление о том что например перед этим телом надо мыть руки ну или как я уже говорил покупать средства контрацепции но нет в это весьма интимное весьма скользкое дело дело как называется это покормить змейку вмешивала вмешивается государственная власть в интимную жизнь россиян многие делают это так сказать делают то что хочет запретить Онищенко в школах из-за стресса связанного с подготовкой к ЕГ с буллингом ну с травлей или с простой неуспеваемостью и непопулярностью себя у противоположного пола наконец и дальше чтобы ребенок не замкнулся в себе в дела должны вступать школьные психологи но уж никак не врачи не учителя и уж тем более не детская комната полиции или ОМОН психолог должен грамотно конечно себя вести с такими подростками кто занимаются ононизмом в школах но это все то есть это нельзя вот так вот взять просто и запретить и нельзя вот так вот чтобы там в школах рассказывались там что нельзя этого делать на уроках ну почему это нельзя потому что это растление по сути это растление малолетних а они что-то хочет раскрыть малолетних тот еще педофильская морда еще в правительстве если мы допускаем в том что секс должен быть разъясен молодому поколению то это в первую очередь должно делать на уроках биологии а не выделять на это отдельный урок и уж тем более там не рисовать член это мелом на доске как у некоторых было в свое время руки ониченко предлагает самим учителям рассказывать о вреде мастурбации но сами учителя закрепощенные в этом деле они заточены на то чтобы обучать людей наукам а это ну под науку мягко говоря подходит с натяжкой учителя должны разъяснять по физику так сказать физику тела а не рассказывать о преступно пагубной привычке просто потому что об этом должны рассказывать сами родители учителя другая задача у него главные материалы рассказать как можно большому количеству учеников и сделать так чтобы максимальный процент учеников поняли научный материал например закон ньютона что там еще квантовая механика ну что-то меня на физику на физику прогнуло у нас были интересные уроки физики но сейчас не об этом причем учителя должны грамотно рассказывать тот материал который не является спорным со всех точек зрения но в первую очередь конечно с морально нравственной стороны а нищенка хочет рассказывать о дрочке фактически не хочет рассказывать а хочет чтобы учителя рассказывали о дрочке на отдельных уроках в школе не о физике не о химии не о литературе а дрочке твою мать куда мы катимся мне таких депутатов нахрен не нужно в государственной думе с такими инициативами и законопроектами хватит уже школу превращать в порно кинотеатр с введением в школах религиознания но он по-моему по-другому называется где попы начали рассказывать про духовные скрипы может получиться каша в головах и в штанах и юбках учащихся на одном уроке им будут рассказывать про то что до замужества не не а на другом со всей откровенностью благодаря они щенка будут рассказывать о запрете держать руку в брюках мне такие школы с такими уроками в России нахер не нужны где вместо уроков про науку фактически ну и фактически в общем уроки опущения моральной нравственности будут происходить такая школа мне не нужна пусть молодежь уже наконец-то и на чей-то там конец устраивает антисоциальный митинг как про это сказала одна из родительниц на ютубе в максе плюс 100 500 замечу своего сына под антисоциальным занятием так сказать в общем короче таких уроков не надо таких инициатив в государственной думе не надо а если уж дорогие родители вы воспитаны вы хотите воспитать нормального подростка то не будьте блядями ну на этом самые интересные темы недели у нас закончились осталась рубрика личные новости и ну что же сказать на этой неделе на этой неделе я заметил как у меня в городе в Самаре при том что у нас уже температура опустилась ниже плюс 10 градусов все никак не могут поменять трубы да много перекрыто каких-то дорог каких-то улиц и вот там стоят краны что-то люди копошат сварщики делают свое дело меняют трубы но в домах как не приходит отопление так и не приходит хотя Дмитрий Игорь Чазаров губернатор области сказал что отопительный сезон уже начался видел кстати говоря график по которому в домах отопление дадут дают спустя 10 дней после приказа Дмитрия Азарова то есть мы еще 10 дней должны мерзнуть хотя я бы не сказал что уж холодно по сравнению конечно с Якутией и Сибирью у нас не особо холодно но я бы сказал у нас ощутимо холодно вот так вот на этом все спасибо за внимание увидимся на следующей неделе вам здоровья и полового воспитания хорошего пока пока